Порезали им все, что только могли. Примерно с таким обращением в нашу редакцию позвонили жительницы микрорайона Мирный. Женщины уверяли нас, что детская площадка в их дворе не предназначена для детей, как минимум потому, что усыпана разбитым стеклом. Я просто тогда прыгнула, упала и руку себе поранила. А когда это было? Это, помню, было в 7-8 лет. А как ты ее поранила? Порезала себе руку. Сейчас девочке 11 лет, но у каждой свой порез, и полученные на любимой площадке травмы она прекрасно помнит. Вот, рану, вот здесь вот. И вот здесь вот больше всего ненавидится. Это когда вот здесь вот просто стекла, банки, вот здесь мусорят. Проводя экскурсию по травмоопасной детской площадке, Нека рассказывает о еще совсем свежих ранах. Вот здесь я падала в детстве, вот здесь вот. Вот. И больше, и вот отсюда я позавчера получила рану, вот до мяса. Кристалликами острого стекла усыпана вся площадка, она не заасфальтирована, травмобезопасной поверхности тоже не виднеется. Только песок, в недрах которого и скрываются опасные не только для детей находки. Но и это не все сюрпризы двора. Чаще дети здесь собирают занозы с деревянных конструкций. Теперь она у меня здесь вот гуляет, так вот на 5 минут, чтобы я ее видела, а так потом убегает на другие площадки. Хотела, чтобы, как и у всех на районах, такая же площадка была. Ну или хотя бы облагородить и убрать мусор. Взрослые говорят, детской площадки как таковой здесь не было почти 30 лет. Одиноко стояли только качели, которые сегодня жители домов сами вынуждены чинить. Здесь вообще ничего не было. Потом вот что-то нам мы делали запрос, нам что-то вот старье какое-то поприносили. А потом, как и в других микрорайонах, стали ставить новые городки. Вот нам все старое, все сюда стали ставить. Дети здесь надолго не задерживаются, говорят родители. Да и сами юные новорингойцы признаются, что время проводить предпочитают на более современных игровых площадках. Ну раньше я, конечно, играла, когда была поменьше. Сейчас для меня это неинтересно. И к тому же здесь постоянно мусор, стекла. И очень легко получить какую-нибудь занозу или ранку. И взрослые их прекрасно в этом понимают, ведь и сами предпочитают чужие благоустроенные дворы. У себя они уже давно не чувствуют себя комфортно. На площадке битые стекла и небезопасные конструкции, на парковке кем-то давно забытые авто. А возле подъездов завала строительного мусора. Жители признаются жалобами и просьбами облагородить свой двор. Они обращались в разные управления и администрацию города. Но ответы еще не дождались. Мы обратились в управление муниципального хозяйства. О судьбе детской площадки станет известно в ближайших эфирах. Лала Гасанова, Андрей Тихонов, Ти-радио, компания «Сигма» для НУР-24.